Всем здравствуйте! Сегодня в городе Оренбург в нашем офисе Армель необычный мастер-класс. Мы пригласили замечательную девушку, великолепного специалиста в своей сфере Анжелику Колесниченко. Это бьюти-технолог в сфере красоты и ухода за волосами. Сегодня Анжелика расскажет нам о правильном уходе, какие существуют методы, так скажем, ухода за волосами, улучшение текстуры волос, кому это надо, а кому, возможно, это противопоказано. И также мы узнаем, как можно поддерживать результат красивых волос в домашних условиях. Мы начинаем! Всем привет! Приятного прослушивания! Сначала я бы хотела начать со строения, со структуры волос. Кто-нибудь знает, кто-нибудь скажет, примерные представления сегодня, например, наш состоит в волосе. Кто-нибудь? Можете поедать? Сердцевила, конь, стержень. О, конь, молчат, отзывы. О, конь, нуковица, это-то, нуковица. Я знаю, что волос чешуечный такой. Вот, вот, видите, знаете. Сейчас я вам напишу. Наш волос состоит в 78% из кератина. Кератин, это, по сути, концентрированный белок, который находится у нас в волосах, да? 6% это липиды. Липиды. 1% это пигмент. Ну, пигмент это вот наш цвет, по сути, который передается по генетике. И 15% это у нас вода. Вот расскажу про диагностику, потому что, если мастер ваш не знает данных элементарных вещей, да, то как он вам может подобрать правильную процедуру и как может вообще делать эту процедуру, потому что есть волосы, которым противопоказано то же самое окрашивание или какой-то тот же самый уход. Вот, поэтому это очень важный момент. Так, сейчас, в принципе, на этом моменте как бы понятно, да? Сейчас рассотру. Приходим к мастеру и спрашиваю, можно я дам вам вопрос на засыпку? Да, да. Нет, ну, когда вы садитесь в кресло к мастеру, он в первую очередь всегда должен начинать вот смотреть ваш волос, оценку, да, диагностику проводить. И он уже сам должен задавать вам наводящие вопросы. Если он вам не задает в вопросах наводящих, вы уже должны задуматься, как, если вы пришли там, я хочу, например, сделать окрашивание, я хочу там блонд, да, а ваш волос, например, не позволяет сделать данное окрашивание, она говорит, да, давайте сделаем без проблем, давай, садитесь, сейчас мы там начнем вам сделать. Не проводя диагностику, не посмотрев, вот, как волосы себя чувствуют, да, просто визуально, да, можно определить, но это всего лишь часть той диагностики, которую должен проводить мастер. Далее расскажу вам про саму, как бы, изнутри, в разрезе, так скажем, волос, я, конечно, не художник, но так вот нарисую, чтобы вы понимали, как изнутри наш стержень смотрится. Так вот буду рисовать, смотрите, это вот у нас чешуйки, да, кутикула вот идет, это чешуйки. Внешние чешуйки, они ороговевшие, сейчас это все расскажу, тут тоже чешуйки. Вот тут вот подписывают, чешуйки, это вот тут вот кутикула, называется кутикула. Кутикула, это внешний ороговевший чешуйчатый слой, да, он у нас служит для защиты внутреннего слоя, то есть внутренний, далее расскажу, что это кортекс, он служит для защиты внутреннего слоя кожи, для того, стержня, извиняюсь, волоса, для того, чтобы защитить от воздействия окружающей среды, да, и чтобы по максимуму питание сохранить внутри. Также он у нас, именно кутикуле отражается наш блеск, да, волос, гладкость волос, то есть все отражается тут. Далее мы переходим к кортексу, вот тут вот я нарисую, вот так вот, вот это в разрезе у нас, кортекс. Кортекс у нас находится непосредственно под кутикулой, как вы поняли, да, это внутри, внутренний слой стержня, он состоит из ороговевших, уже не чешуек, а уже ороговевшие клетки, да, у нас. Именно он состоит из, так скажем, веретенообразных таких вот нитей. Вот тут вот нарисую. Так, выводим сюда, ну вот тут вот сейчас нарисую. Вот, он состоит такие вот веретенообразные, как веретено, да, это у нас микрофибрилы. Так, немного расскажу вот про таких, чтобы вы понимали, названия для вас пока непонятные. Микрофибрилы. Множество таких микрофибрил внутри, множество микрофибрил образуют макрофибрилы. Макрофибрилы. Чтобы миллионы микрофибрил не распадались на молекулярном уровне, существуют связи десульфидные, водородные и солевые связи. То есть, именно вот в этом кортексе, кортекс у нас отвечает за эластичность, прочность волоса, да, это вот самый внутренний. Также тут у нас именно в кортексе находятся пигменты, которые красящие, да, это именно вот мы сделали там окрашивание, да, уход волос, там, кератиновое применение, там, ботокс, например, да, какой-то уход. И именно все отражается на кортексе. Также имеется медула. Медула – это вот у нас сердцевина. Медула – это сердцевина. Она уже состоит из неороговевших уже клеток, то есть 2-4 слоя неороговевших клеток, да. Также медула состоит из, так скажем, кератинообразного вещества. Вот я, например, так как я технолог, да, занимаюсь именно направлением, у меня ботокс, кератин, анапластика. Есть такая процедура, как кератиновое применение, да. И почему кератиновое применение? Потому что, как я объясняла ранее, да, что 78% – это у нас волос состоит из кератина. И поэтому, когда, например, мы делаем кератиновое выпрямление, то есть мы заполняем пустоты кератином, да. И именно вот в этой вот сердцевине медуле, вот самая сердцевина нашего стержня волоса, именно там находится данное вещество, да, которое мы заполняем. И вот также, например, сказать, если, например, клиент пришел, да, и говорит, я хочу кератиновое применение, но мы сделали диагностику и понимаем, что данному клиенту, ну, смысла нет делать данную процедуру. А все почему? Потому что уже нечего хвататься, то есть, например, кератиновое применение состава, не за что хвататься, потому что там уже волос настолько поврежденный, что там нет пустоты, грубо говоря, пустота, да, так скажем. И даже если какой-то мастер, который гонится за деньгами, да, делает данную процедуру, хотя ее нельзя, в принципе, делать, то просто буквально он там за недели-три он вымыется, потому что, ну, не схватился, да, там пустота, грубо говоря, льешь-лежь, это состава просто вымывается, да. Именно медула отвечает у нас за терморегуляцию, объем и силу волос, потому что, естественно, ну, это все в сердцевине, все в середине. И, кстати, сказать, что у некоторых сердцевина, медула, у некоторых она такая пустая, у некоторых вообще отсутствует, у полупустая, у кого-то вообще отсутствует, есть такое. Ну, естественно, это все приедается по генетике, да. Это что вот так вот сказать, в принципе, что просто вы буквально, ну, не надо, конечно, что заучивать, там что-то понимать, вот я тоже ученицам там объясняю, просто визуально, чтобы вы просто понимали, из чего состоит. Потому что для мастера особенно это очень важно, если вот вы придете к парикмахеру, там скажете, я хочу окрашивание, и вы как раз будете смотреть, ага, понимает он или нет, да, чтобы просто вот там смотрит ваши волос тонкие, нетонкие. Это же тоже нужно уметь разбираться в этом. Так далее, скажу, мы перейдем к самому основному, это к диагностике волос. Сейчас мне нужен будет кто-нибудь желающий. Кто хочет, идемте. Как раз вот стульчик для вас тут есть. Я правильно поняла, что у нас волосы и две живые клетки, да? Конечно, да, не роговевшие. То есть у нас сначала идет слой чешуйчатый, да, роговевший, это чешуйки сверху, да, а далее идет уже роговевший, ну, тоже это уже клетки. А потом уже, когда сердцевина уже где внутри, прям за то, что отвечает за терморегуляцию, да, объем и сил, это уже не роговевшие клетки живые, как бы, да, два-четыре. Ну, у нас, по сути, волосы, они живые, они не мертвые, они у нас живые. Даже обесцвеченный волос, он не живой? Ну, относительно, я бы сказала, конечно, он живой, но он уже, естественно, очень поврежденный, есть разные степени повреждения, так скажем, да. Вот тут у меня уже написано, даже не стирается на доске, так вот тоже вам видно, чтобы... Диагностика, да, диагностика наших волос. Очень тоже, очень, я бы сказала, самый важный момент, да, если мы структуру разбирали, то мы должны просто понять, из чего наш волос состоит. А диагностика волос, это самый важный момент при любых наших, там, процедурах спа, да, так скажем. Диагностика. Начнем мы с толщины. Толщина, вот, например, сейчас покажу, толщина у нас тонкий, менее 0,05 мм, нормальный, это от 0,5 мм до 0,7, а уже более такие плотные, это более 0,07 мм, да. Ну, толщину, естественно, мы как проверяем. Так, можно бы, да, крабик. Толщину, как мы определяем волос? Это тоже, это все визуальный контакт, да. Мы, вот, буквально, вот, можете даже свои тоже вот так вот пощупать, да, волосы. Буквально, вот, прям, естественно, не надо брать толстую копну, вот так вот, естественно, мы если будем трогать, он будет как будто плотный. Нужно вот поменьше вот так вот брать и трогайте. Вот у нашей данной клиентки, так скажем, тоненький волос, да, потому что он прощупывается, и он тоненький. Тоненький? У кого тоненький? Тоже тоненький? Тоже тоненький. Тоненький, да, у вас тоже, наверное, да, тоненький на ощупь. Вот если бы они были нормальные, они вот чувствуются прям вот чуть-чуть, они вот, ну, плотнее, вот даже вот если взять для понятия, прям толще взять прядку, вот такой должен быть нормальный. А если толстый, он прям чувствуется такой грубый, да, грубый. Вот. Это вот первая у нас толщина. Пористость. Это очень важный момент. Пористость – это у нас влаговпитываемость также. То есть, чем более пористый волос, тем больше он впитывает влаги. Для диагностики данной нашей пористости мы берем вот, например, сверху вот так вот немного, не более там одного сантиметра волос выделяем. И прям от кончика волос к корням, вот тут вот держим, зажимаем пальцами, естественно, не сильно, просто зажимаем. И вот так вот начесываем. Мы видим, что у нас начесывается, да, прядка. Начесалось – хорошо, счесываем, счесывается – хорошо. Смотрите, если бы он был не пористый, да, он бы тогда даже у нас не начесался. Может быть, у кого-то были знакомые, когда вот просто трогаете, да, их волосы, они бывают такие раз, мы что-то вот мы просто хотим так потрогать, они обратно скользят, да, то есть раз, и сразу сюда, и они такие зачастую более плотные, да, и тут вот не хотят они вот подниматься вверх, не начесывается. Это нормальный тип волос, это вот какие должны быть, по сути, волосы, да. Вот, если же вот у нас, как сейчас, начесался волос, да, но тут же он и счесывается хорошо достаточно, то есть не запутывается, да, значит, это просто пористый волос. А если бы мы начесали, и, то есть, ну, бывает, да, и сильно запутались волосы, и мы даже расческой, нам трудно, тяжело счесать, значит, это очень пористый волос. С такими волосами нужно быть аккуратнее, да. Далее мы посмотрим, вот зачастую, если он тонкий, да, пористый там, например, да, и поврежденный мы видим, то же самое с процедурой, например, которые с терморегуляцией, значит, вот с термозащитой, вот как с утюжком. Такие процедуры желательно не делать, в связи с чем? Потому что мы сильно повредим волосы, да. Ну, многие, бывает, мастера берут, потому что, опять-таки, как я говорю, гонится с деньгами, да, но это вот очень важные вот эти вот моменты. Сейчас мы далее еще вернемся к этому. Далее эластичность, третий пункт. Как мы проверяем эластичность? Мы берем также, вот, например, одну прядочку, да, волос. Вот один, даже, можно сказать, волосочек, вот так вот, один, один. Вот тут вот зажимаем пальцами, естественно, чтобы не выдрать, да, зажали и вот немножко вот так протянули. Мы видим, видите, вот такая вот, вот так вот, видите, она немного так скрутилась, да. Если она скрутилась, это означает, что она растянулась на одну треть, и она далее обратно вернется в свое нормальное состояние. Если у нас волос обратно вот так вот вернулся, да, скрутился, значит, эластичность в хорошем состоянии. Если бы у нас волос, как мы знаем, бывает вот осильно обесцвеченные, поврежденные, да, они вот просто натягиваем, они рвутся. То есть буквально даже не успевая, не успевая там протянуть, они раз и все, раз и все. Если там порвался, мы раз-таки попробуем еще на другом, и он опять порвался. Это все означает, что волос сильно повреждался. Значит, там, естественно, бывает зачастую неоднократно, да, обесцвечивался. Это же все-таки очень сильные химические повреждения волос. Вот. Поэтому с этими волосами нужно быть аккуратнее. И для себя тоже важно вот, да, сделать такую небольшую диагностику, чтобы понять. Раз. Ну, что там? Не свернулся. Не свернулся? Неправильно. Нет, резко не нужно. Вот так держать и чуть-чуть протянуть и отпустить. Ну-ка. Вот, он растянулся на одну треть, значит, эластичность есть. Это хорошо, это хорошо. Все потеряно. Да. Плотность. Ну, плотность – это густота. Густые, нормальные, редкие. Это опять-таки все визуальные, да, визуально мы проверяем. То есть у нас, дальше, данные клиентки, у нас волосы густой. Густой волос. Мы вот визуально вот на ощупь, да, смотрим. Тоненький, но густой. Густой, да. Можно вот так пощупать, посмотреть, да. Далее тип волос. Сухие, нормальные, жирные, комбинированные. Все не знают, какой у вас тип волос. Вот скажите, вот вы знаете, например, какой у вас тип волос? Вот я перечисляю. Сухие, жирные, нормальные, комбинированные. Наверное, комбинированные. А почему вы так считаете? У меня они тут жирные ставятся, а кончики сухие. Идеально. Это комбинированный волос именно такой. Вот прямо вот сказали. Знаете, наверное, изучали? Волос или кожа? В целом. Вот смотрите, вот правильно вот сейчас сказали, да, корни. Комбинированный тип волос, это когда корни жирные, быстро жирнятся. А в то же время длина и кончики, они сухие. Но зачастую при комбинированном, корни жирные, да, а кончики, они прямо очень сухие. И такие, ну, естественно, там расслабятся, да, зачастую. Это, ну, они очень сухие. Это комбинированный тип. Если же сухие просто, они тусклые всегда, не имеют естественного блеска, сухие также и концы, то есть они в целом сухие, то есть корни нежирные. Если это нормальный тип волос, то я как говорила, зачастую такая же эластичность, эластичность волосы, они нормальные, здоровый блеск имеют, плотность, и также мы не можем его начесать, то есть обратно счесывается гладкий, то есть это идеальный вариант, когда нормальные волосы. То есть можно заметить, некоторые бывают такие отращивают длинные, и вот они прям вот как будто выпрямленные, на самом деле они, потому что они плотные, тяжелые, за счет этого они так вот разглаженные, и видно, что здоровый блеск. А жирные, как мы определяем, естественно, они быстро жирнятся, и очень прям жирные, они спутываются, склеиваются постоянно, там вот такие пучки у нас, вот, все верно, у вас комбинированный тип, вот, а если бы были жирные, то были бы такие характеристики. Далее формы волоса, ну, на форме волоса можно не останавливаться, это прямые, вьющиеся или кучерявые, но это же по генетике передается срез волос, как вот S-образные, то есть это, кстати, зависит от континентального, то есть где-то, где как люди живут, то есть полярность, где такая, где полярность, где такая, то есть волосы бывают по-разному растут, то есть это все-таки передается по генетике, да. То есть вот это вот, по сути, шесть типов, которые я сказала, по которым, критерии, по которым мы должны определять диагностику волос. То есть в сумме, вот мы что определили, пористый волос, да, тоненький, окрашенный, да, окрашенный волос, густой волос, да. Диагностика у нас позволяет, например, сделать процедуру, ну, щадящую желательно, конечно, заняться лечением, да, волос, то есть вы вот, например, делаете маски, например, раз в неделю или два раза в неделю, да, шампунь, бальзам, все верно, вот, все верно, да. То есть вот когда волосы пористые, есть, конечно, процедура, которая убирает вот эту вот пушистость, да, волос выпрямляет, если клиент хочет, если не хочет, то может и дальше, да, просто лечением заняться домашним, либо можно в салоне, например, сделать, да. Вот, так, что вот я сейчас еще хотела сказать, начать остановиться, можно, так, где туда у нас была, как правильно мыть, так, можете пока уже к себе присесть, спасибо вам. Аккуратно. Так, как правильно мыть, ну, вот сделали два пункта, как правильно мыть голову, кто знает, как правильно мыть голову, кто мне скажет? Ну-ка, кто скажет, какая, какая вода должна быть, как, какие, какая последовательность? Давайте, ну-ка, скажите. Ну, я не знаю, как правильно. Ну, как вы, например, будете, вот, да, как вы? Ну, не сильно горячий, вот, сначала намочила, потом, значит, шампунь два раза наношу. Угу. То есть раз. Да, это все правильно. И потом второй раз еще раз смываю, и наношу бальзам, и уже, как бы, вот, бальзам немножечко подольше держу. Угу. И все смываю бальзам. Правильно. Ну, а бальзам воду какую используете, когда воду смываете бальзам? Ну, такой же. Такой же. Так, кто-нибудь еще хочет рассказать, как нужно? Я раньше два раза наносила шампунь, сейчас один. Достаточно, да? Достаточно, чтобы присушилась кожа. Ну, я просто по-своему ощущаю. А температура какую? Тепленькая, горяченький. Везде. Хотя кто-то любит. Чтобы не вышла сразу у тебя голова, голова жирная, чтобы не была. Да, да, да. А это вот, кстати, почему вот эти моменты, да? Сейчас вот я расскажу про вот этот момент тоже, чтобы жирная голова. Например, почему нельзя мыть горячей водой, да? Когда мы моем горячей водой голову, да, мы, во-первых, да, раскрываем поры волос, да, эпидермис вот у нас, сой, кожи. И мы раскрываем поры и также раздражаем сальные железы, да? То есть тем самым мы, наоборот, будоражим их, чтобы они еще больше, как бы, выделяли свои сальные железы, и тем больше они будут жирняться, да? Поэтому не рекомендуется мыть горячей. Хотя многие говорят, ой, я думаю, там не промоется голова, потому что если там теплый буду мыть, ничего подобного. Теплый достаточно будет температуры, да? То есть вы сполоснули голову, нанесли, да? Кто-то два раза. Ну, зачастую, конечно, в идеале два раза. То есть первый раз так, естественно, на ладонь нанесли, в руках спенили, нанесли на волосы, смыли, да? Второй раз тоже можно там немножечко прям тоже так же спенили, нанесли, и можно прям спенить хорошо. Даже можно увидеть, что сразу хорошо спенивается, да, шампунь. Но это опять-таки, который с сульфатами, мы дальше перейдем, да? Вот, смыли и теплой водой смыли. И дальше нам нужно сделать что? Бальзам. Бальзам почему обязательно? Вот мы шампунем помыли голову, мы по максимуму раскрываем чешуйки волос, да? Если же мы не помоем бальзамом, то мы не закроем обратно эти чешуйки. Почему они у нас такие, потом такие гладкие, да, после бальзама такие расчесываются хорошо. А все почему? Потому что мы закрываем чешуйки. Если мы бальзамом не пользуемся, можем посмотреть, они такие вот как будто спутываются, даже потом расчесывают, но тяжело. А потому что чешуйки раскрыты, и они мешают нам расчесывать волосы как следует, и вот они в разные стороны. Естественно, они потом больше, более обламываются, да, секутся, потому что вот они еще больше, ну, хуже состояния мы делаем, да? Вот, получается, мы нанесли бальзам, естественно, не с корней головы, а на длину. Почему? Опять-таки, бальзам у нас утяжеляет волос, да? Поэтому на длину, только на длину, на корни нам ни в коем случае не нужно наносить, мы там уже шампунь нанесли. То есть, грубо говоря, вот можно даже вот от середины, да, и далее. То есть нанесли бальзам, подержали, там, 3-5 минуток, например, да, и прохладной водой. Желательно прохладной водой. Почему? Мы закрываем кутикулу волос, и также потом прохладной водой, желательно кожу головы, да, это нам непривычно. Но мы закрываем поры, мы закрываем поры кожи головы. И за счет этого у нас, естественно, и меньше раздражений всяких будет, да, меньше она будет загрязняться, и меньше вот всего будет садиться. Сейчас у нас и так природа, да, экология у нас такая. И так мы сейчас будем все вот это вот открывать еще больше, чтобы еще больше у нас садилось, и больше, хуже состояние у нас было, да. Так. Короткие волосы, бальзам. Бальзам, вот, кстати, вот хотела тоже, вот если короткие волосы, желательно прямо либо немного, либо желательно немного наносить, конечно. Лучше вот не перебарщивать, точно много бальзам не надо, прямо чуть-чуть, да, вот просто, не втирая, естественно, просто поверхность, чтобы просто расчесывать, например, хорошо, и закрыть, да, чешуйки волос наших, да. Так, как правильно сушить волосы? Кто знает, как правильно сушить? Это тоже, кстати, момент такой, что немногие знают, как правильно сушить. Интересно, нельзя, да, платье? Нельзя, нельзя. Просто вот как бы выжимать. Это правильно. Так, давай, выжимать дальше. Вообще феном нельзя сушить, но мы все феном пользуемся. Да. Если феном сушить, то сверху вниз, а чтобы объем был, мы же неправильно делаем это сверху вниз, точнее снизу вверх. Все правильно, чтобы, да, да, а что правильно, это сверху вниз, то есть по росту волос, все правильно, далее. Каждый скажет. Я вообще слышала, что лучше сушить естественно, то есть просто ставить, чтобы они, ну, конечно, не всегда так получилось. Да, 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 это в идеале. Фен, это так, да? Ну, это если, конечно, никаких-то процедур не проводили, например, да, но я имею в виду, вот я просто так что-то занимаюсь этим, кератин, ботах, надо паски, если такие процедуры вы делали, да, то, естественно, там и рекомендации другие, то есть и уход другой, и сушка другая. То есть вы, если, например, такие процедуры делали по уходу за волосами, то, естественно, вы уже потом утюжками, например, не пользуетесь, потому что нет необходимости в этом. В связи с этим вы один раз только феном пользуетесь, фен расческа, все, боли не нужно. А если вы, конечно, никаких-то таких процедур для выпрямления, для еще там лечения горячим термой, обработкой не делали процедур, тогда, естественно, можно естественным путем, да, то есть в полотенце походить, да, посушить, далее, потом только расчесывать. Это все верно, в зависимости от того, какие вы процедуры делали, и, естественно, вам там мастер должен говорить рекомендации, да. Так, ответила, да? Ну, тогда же лежать будет плохо, если его, естественно, у меня вот такая будет голова. Если что? Ну, если естественным способом его высушить без фена. Ну, это говорится о том, что фен, он как бы не есть хорошо, да, если феном сушить, но мы так же понимаем, что мы не можем, потому что у нас будет такая укладка. Это как бы немного одному другому противоречит, но у нас приходится так, либо так, либо так мы выбираем. Но, опять-таки, если мы феном сушим, да, то, естественно, да, термозащиту наносим, да, и также мы ухаживаем. Правильный уход всегда будет, как не есть кстати, поэтому это очень важно, да. Так, далее, что мы еще? Ну, я сушу естественным путем вообще. Еще что можно там добавить? Может, какие-нибудь моменты, например, может быть, вы слышали где-нибудь? Ну, у меня волосы кудрявые от природы, и поэтому я только немного так вот, когда во время сушить. Руками, да, так раз? Да, поднимаю от корней и все, делаю там, ну, как-то зачес там надо. Кстати, да, вот кто, например, если фен досушит, чтобы там объем добиться, вот просто можно прям руками, да, вот так раз-раз в ту сторону и феном, и уже как бы объем, раз, так вот объем, да, и что вы можете добавить еще? Ну, к примеру, так же, что слышали, что сами делаете, может быть, чего не слышали. Нет, я просто полотенцем вот так собираю, да, закидываю назад, какое-то время хожу, а у меня там впитывается, потом я распускаю, и когда мне нужно расчесать, я слегка расчесываю расческой, если мне время позволяет, они мне сушатся в естественном, и тоже в зависимости от прически. Ну, да, да. Полотенцем бьющиеся, если мне надо, чтобы какие-то кудряшки были, как поджалить чуть-чуть. Свой лайфхак, да? Ну, все, они мне кудрятся там делать. Даже когда феном сушу, беру специальный лак, ну, как для укладки, пшик, делаю, они мне кудрявые. Отлично, отлично. Лака, средства для ухода, как он, ну, как спрей-лак. Да, они есть такие. Кстати, вот после, даже вот на влажные или на сухие волосы, очень рекомендуется тоже, вот, мне, кстати, вот испробовала и данную линейку, мне вот этот спрей очень понравился. Он и для термозащиты сушит, так же, когда вот потом нанесли на влажные волосы, например, как нужно будете сушить, когда он сушит защитой термо, да. Очень рекомендую и волосы легко расчесывать, да, и мягкоть, и блеск волос. То есть я вот после процедур своих вот начала использовать, я вот хочу еще приобрести такое, потому что это очень удобно, очень комфортно и как бы и приятно так даже, вот я и себе делаю, очень здорово, мне очень понравилось. Так, так же я сейчас расскажу, как нужно все-таки делать, да. Желательно после того, как вы помыли голову, да, понимая, что нужно расчесать, хочется расчесать, да, волосы сразу, чтобы потом не было вот такой вот, как мы, так скажем, да. Да, но, но, скажу моменты такие, да, если мы помыли голову и беремся сразу за расческу расчесывать, то у нас волосы имеют свойство растягиваться в мокром состоянии, как мы знаем, да. То есть волосы у нас растягиваются и, естественно, они потом рвутся, да. И в связи с чем у нас образуются вот эти заломы, стекущиеся концы, расслоение, все потому, что мы расчесываем расческой мокрые волосы, это нельзя делать ни в коем случае, да. Все правильно, нужно немного походить, да, с полотенцем, походили, немного подсушили, так скажем, волосы, да, а потом уже можно расчесать волосы. Расчесали волосы и все можно там подсушить, например, как нужно вам. Потому что, опять-таки говорю, вы испортите свои волосы, если будете расчесывать в мокром состоянии. А расческа важна сама? Что? Да, расческа тоже важна. Где-то рекомендую деревянную, еще что-то. Но это, опять-таки, от типа волос, если волосы тонкие, а зачастую они у нас тонкие, да, славянский тип волос, то зачастую таким волосам не рекомендуются, вот там, деревянную, еще что-то. Я рекомендую просто с редкими зубьями расческой, да. С редкими, там, гребни или обычная массажка, ну, чтобы она с редкими была, чтобы не с частным, чтобы не счесать, так скажем, все подряд у нас, да. С редкими зубьями рекомендация. Так, далее, что мы еще поднимем, какую тему Какие шампуни, бальзамы, да, использовать, например Также вот задавался еще вопрос, можно ли использовать шампунь для окрашенных, да, волос Если они, шампунь для окрашенных волос, для обычных, да, для волос не окрашенных Это все, конечно, вот если к шампуням вернуться, как там говорят, там, профессиональная Она, конечно, обычная линейка, да, они, конечно, имеют немного отличия, да Но на самом деле, как мы знаем во всем мире, это во всем, это как бы бренд, пиар Чтобы там распиариться, что вот там это профессиональный, и ценник там поставить 2-3 тысячи, да А на самом деле ингредиенты там не особо отличаются, не особо И то же самое взять шампунь для окрашенных волос и для неокрашенных, да Вот если мы берем шампунь для окрашенных волос, да Он свойство просто имеет, как бы задерживать вот эти пигменты и не вымывать их Ну, а по сути, они работают так же, как и обычные шампуни, да И вот еще такой вот момент Пишут же там для объема, для роста, да Для объема, да То есть для объема, например, вот шампунь как у нас Идет как очищающий и вот ухаживает за структурой стержней волос То есть по сути два вида идет, очищает и ухаживает, да Для объема, есть которые для объема волосы, они, да, они, да, они продают объем То есть они, потому что там состав входит, который не утяжеляет, да, волосы Но если мы видим там для роста прям волос, напишем, ну как Опять-таки вернемся к структуре, да У нас кожа головы, эпидермис, дермогиподерм, да Три слоя, три, три слоя, да И обычный шампунь, мы же три минуты его буквально там даже меньше, да Нанесли там быстро и смыли Если мы хотим там, чтобы у нас рост был Так это надо, чтобы через все эти три слоя прошло к корням данный, например, препарат, состав, да И какой-то там производил лечение Но это надо 30-40 минут держать шампунь Ну опять-таки, да, такие шампуни, они, ну, не вызовут никакого эффекта Поэтому то, что они там пишут для роста волос, это не, это нет Не для роста, для роста волос это в первую очередь, да, у нас что идет? Что идет? Вот почему у нас? Как сделать, чтобы, например, рост шел волос? Ну-ка, скажите, к примеру Маски для волос, которые мы держим Маски На кожу, на корни Масла, но с ними тоже перебарщивать нельзя, это, конечно Чересчур много их делать тоже нельзя То есть с этим нужно тоже аккуратнее быть, да Что еще? Обновлять концы, отстригать Ну это, да, но на рост это не идет Это больше вот эти концы, это на эстетику идет, да Также, если мы не уберем, просто далее, если мы не сострижем концы, например, или секущийся волос Он просто у нас не будет дальше развиваться Почему? Потому что он просто будет дальше расслабиваться Расслабиваться, расслабиваться, и мы просто не увидим У нас есть, когда мы красим эти волосы, мы же видим сразу Оп, корни, да, отросли Ох, а я думаю, у меня не растут волосы, да А на самом-то деле, конечно, растут Просто вот тут они также будут расслабиваться, обламываться Это также эстетика И также просто, чтобы вот они не расслабивались, а также развивались дальше, да Так, что еще? Витамины Витамины, все правильно Вот, это вот самые вот такие вот основные, как бы я сказала, да, виды, вот мы вместе сейчас проговорили Потому что все в первую очередь, конечно, идет изнутри От нашего питания в первую очередь это зависит Также это зависит сезонное, да То есть осень-зима, да, переход, весна-лета То есть когда нам не хватает витаминов, да Это очень отражается на нас Если мы не пьем витамины и не едим какие-то продукты, да Также это стресс, да Стресс, если мы много там человека стресса, да В жизни там что-то случается Действительно, все-все отражается на нашем организме Естественно, как я и говорила, это тоже живые волосы у нас живые Естественно, как живые клетки На нас все это отражается, на всем отражается Волосы это не обходит никак Поэтому это очень важно Следить за питанием, да Ухаживать за волосами правильно Тоже не чересчур, да Вот, так что это очень важный момент Есть шампуни, если там говорят Для роста волос, это как бы не так на самом деле, да Так же, как в чайном Да, да Так же еще Да, если ты не будешь никаких усилий прилагать То есть как ты похудеешь, да Так же Да, да Также к шампуням у нас Я хочу сказать, что вот у нас почему, да У нас Знаете ли вы такое, что к шампуням у нас волосы привыкают, да То есть мы там Вот нам шампунь понравился Мы пользуемся, пользуемся Например, месяца два-три, да Грубо говоря И потом волосы опять жирные Вроде там, ну хорошо к ним А потом то перхоть, то еще что-то Все почему? Потому что у нас волосы имеют свойство привыкания Да, волосы привыкают И естественно, как и рекомендуют трихологи, да Врачи, что нужно делать? Желательно нужно менять шампуни А в идеале, чтобы у вас в ванне стояло два вида шампуня, да Чтобы вы, например, чередовали их Если вы будете чередовать, у вас не будет перхоти Не будет вот этих вот сиборей зачастую, да Вдотекожных заболеваний Потому что в составе шампуня, как вы знаете Вот эти все парабены есть, да Вот эти сульфаты, силиконы Вот эти вот, почему вот эти вот есть парабены, сульфаты Почему у нас пенятся вот эти павы, да Поверхностно-активные вещества Это еще чего у нас пенится? Почему он пенится? Есть сульфатные, есть бессульфатные, да Бессульфатные они и так не пенятся Почему? Потому что там мягкие павы вот как вот я, к примеру, покажу, да, это вот мягкие пабы в таких вот, например, шампунях, но там эти шампуни рекомендую после процедур, которые вот я говорю, ботокс, нанопластика, да, там бессульфатный, почему, потому что бессульфатный шампунь не вымывает состав, то есть дольше эффект держится, да, а вот, например, если взять вот эту линейку, вот как у нас вот тут есть бальзам и линейка желательно одной фирмы, вот как я тут и говорила, что не используется без парабенов, вот тут прямо написано тоже, не содержит СЛС, СС, то есть это все вот эти силиконы, да, парабены, минеральные масла и красители, почему минеральные масла тоже нельзя в составе, чтобы были, так минеральные масла, это идут как нефть, нефть, продукты, так скажем, да, и зачастую как, у нас же производители что делают, они зачастую на всем экономят также, да, и они, естественно, плохо перерабатывают данные вот эти вот минералы, и, естественно, к нам поступает хуже, почему, вы слышали, наверное, такое, что говорят, что заболевание, да, от шампуня даже, там, что рак, там еще что-то, еще что-то, то есть вот бывает, да, правда, почему это не все просто так, потому что в шампунях вот такие составы, то есть подход к шампуням тоже очень важен, читайте названия, да, читайте, что входит в состав, пантенолы очень хорошие, полезные, в зависимости от того, какой у вас тип волоса. Поэтому очень важно определить ваш тип волоса и от этого уже отталкиваться. Также спрашивают, как часто мыть голову, когда, да? Вот как часто вы моете голову? Такая, вот, раз в два дня, да? Это вы так определенно или как? Или у вас так получается, да? Так получается. Все верно. Кто-то говорит, вот, если я там буду, я часто мою, то что так надо, так надо, рекомендую, да, часто не мыть. Нет, ничего подобного. Это эстетика, да? Это также, если мы не будем мыть голову, если она загрязнилась, мы будем ходить, думать, нет, мне надо там три дня точно походить, чтобы у меня волосы там так часто не загрязнялись, да? На самом деле все не так. Наоборот, если мы будем ходить дольше с такими жирными волосами, головой жирной, да, мы будем думать, что там потом они там меньше будут жирняться, да? На самом деле мы делаем хуже. Почему? Потому что нас сальные жирные раздражаются, да? И мы еще больше, опять-таки, все идет туда, акцент. И мы еще больше их раздражаем, так скажем, да? Еще больше они потом там копятся, и поры еще больше закупываются. Закупорились, и это хуже. Поэтому, поэтому нужно мыть голову по мере, как Верна Бимин, да, сказала тоже, по мере, и вы, по мере загрязнения. Поэтому не нужно ждать, сколько-то там дней, нужно мыть как следует. Мужчины зачастую, да, сколько вот мужчины мыть? Зачастую? А? Каждый день, это статистика, так и есть. Мужчины мыть. Да, да. Мужчины. Да, мужчинам вообще все проще. Мужчинам все хорошо. У меня шампунь успевает еще натереться. Да, а у них все, и два в одном. И шампунь, и бальзам у них все, и гель для душа. А если вот наши возьмут шампунь, один раз там возьмешь, какой-нибудь дорогой такой шампунь, а у них шампунь мы все делаем. Куда ты этот шампунь, так он для головы. У нас там тысяча тюбиков, да, бальзам, шампунь, маски там, то, сё. А у них один и две всего. Вот идеально, да. Нас такого не проканает с нами. Далее, что еще хочу сказать. Про чередование я также сказала, да, желательно, я говорю, чтобы вы имели два, например, грубо говоря, шампуня, да, чтобы вы их чередовали, чтобы у вас, ну, не было привыкания, так, к шампуню. Это очень такой важный момент, да. Как часто мыть, я тоже сказала. Так. Как часто менять? Как часто менять? Как заканчивается? Ну, вообще, конечно, вот если так, раз, два, три месяца, например, проходит и моет. Если вы к одному шампуню привыкли, да, например, не хотите, там, часто вот одним помыли, потом помыли, другим помыли, да, например, то два месяца, два-три месяца прошло, поменяйте шампунь. Опять там прошло, поменяйте шампунь, чтобы у вас не было привыканий и не было вот этой перхоти, вот это все выходит. А потом вот почему-то, есть, кстати, вот шампунь, не будет, нельзя, как бы, такие фирки, называйте их фирмы, нахэ начинается, да, номер один в мире. Номер один в мире, ну, правда, так и есть, номер один он в мире, и он зачастую идет, акценты у него от перхоти, и все говорят, вот классный, да, да, он хороший, да, он там убирает, но у него такое привыкание сильное, волосы к ним привыкают, что вы потом никакому другому шампуне не перейдете все, почему? Потому что у них намного еще более сильные, развитые компоненты, которые еще, естественно, как маркетинговый, да, хотят, чтобы вы именно их шампунь покупали, поэтому потом тяжелее будет уйти с этой марки, поэтому если у вас есть шампунь на букву х, который начинается номер один в мире, желательно и не злоупотреблять, желательно менять, еще раз говорю, да, это как бы трихологи говорят, что? На хэ мы не пользуемся этим шампунем. Ну, это хорошо. На букву хэ. Отлично. Это как бы трихологи так же советуют, и так же у них вот, они же исследования проводят, это очень важно. Так, что еще? Так, еще вот такой момент, например, да, про, как вот, так же важно, почему вот сильные там выпадения, да, волос, это все дорожает в первую очередь изнутри, конечно, да, ну, какие сигнальчики мы можем визуально посмотреть, так же это волосы, которые у нас там вот после мытья, да, да, там немного выходит, все равно волосы у нас выпадают, это да. Ну, если вот, как понять, определить, что у нас, например, редеет волос? Можете сказать? Кто им знает? Как бы кладка не выпадает в руках в ванне? Нет, нет, редеет, редеет. Например, так, мне теперь тоже нужно будет какую-нибудь. Давайте я. Давай. А то вдруг высею. Так, я сейчас вам покажу наглядно, да, для того, чтобы понять, что у нас волосы редеют, мы делаем с вами пробор. Прямой пробор. Сделали прямой пробор. И волосы вот так вот, например, приглаживаем. Приглаживаем и наклоняемся и смотрим. Нет, мы смотрим, наклоняемся и смотрим, да. Вообще у нас волосы должны вот тут вот маленькие расти, да, пушковообразные, так скажем, да. И вот так, в таком состоянии мы смотрим, есть ли или нет. Тут есть, вот они коротенькие такие, маленькие, есть. И видим мы, что тоненький пробор, да, ширина пробора тоненькая. Чем шире пробор, а есть прям такие широкие, да, проборы. Чем шире пробор, тем, значит, волосы у вас редеть стали. Это значит, если они редеют, значит, выпадают, да, волосы обезвоженные. Мы видим, надо идти к трихологу. Затягиваться этим нельзя, потому что он начинает у нас уже все, он теряет свои свойства и он редеет. Потому что бывает, что прям толщина даже вот прям 0,5 миллиметров, либо бывает у некоторых даже, смотрели, 1 сантиметр. Вы представляете, сделали пробор, а он прям вот такая вот широкая полоса тут, это значит волосы у людей. Это вы можете даже на себе сделать. Ну, зачастую, конечно, почему не делать именно вот тот пробор, не в теменной зоне, а лучше височный, боковой, либо затылочный. Почему? Потому что всегда мы, мы вот эту нашу часть, нам надо объем сделать, мы всегда работаем с этой частью, да, с волосами. Поэтому они у нас всегда поврежденные, там выпадают, и всегда именно эта часть страдает. Поэтому желательно делать пробор, проверить, например, именно в височно-боковой зоне. То есть прямой пробор сделали. Опять-таки, это можно даже кого-нибудь попросить, к примеру, да, потому что сбоку-то нам не видно. Сейчас, коротенький. Тоже вот посмотрели, а тут прям вот он густо-густо-густо, вот можно увидеть, да, вот видите, вот прям вот, ну, нету практически пробора, прям вот-вот-вот-вот на каждом. Это значит волосы в хорошем состоянии, и они не редеют. Можете расслабиться, можете присаживаться, спасибо. Я уже раскручивала мужа, говорю, волос надо, истощается. Нет, волосы можно, нет, нет, зачем? Кстати, диагностику давайте сделаем. Ну-ка. Сейчас мы тогда. Нет, вот так, как по правде. Да, как есть, как есть. Вот мы делаем. Опять-таки сейчас вспоминаем, чтобы вы тоже, если что, забыли. Что мы делаем? Вот я взяла. Ночес. Ночес, правильно. А это мы проверяем пористость. Ну, то есть, ну, может, вы уже сами проверяли, не тоненький, да. Начесываем. Волос начесывается, значит, он пористый, да. Пробуем счесывать. Волос счесывается, значит, он просто пористый. То есть, не сильно пористый, а просто пористый. Далее, я беру одну волосюнку такую. Что мы делаем? Растягиваем. Ага, вот, растягиваем эластичность, все правильно. Верно, видите, вы уже знаете. Будете теперь экспериментировать на своих. Всем там делаете. Так, вот берем. И отправляем к анжелике. Да, да. Волос у нас, да, растянулся на одну треть, значит, он эластичный. Значит, процедуру мы, например, можем сделать, да. И опять-таки мы смотрим на состояние волос. Да, волос обесцвеченный. Но процедуру сделать, например, то же самое, кератин или ботокс мы можем. Просто мы, например, температуру возьмем не высокую, например, какую делают обычным волосам, а чуть ниже, время выдержки ниже. И, естественно, процедура будет проведена, потому что волосы позволяют. Если бы у нас волосы вался, растягивался, не растягивался, а рвался, ломался, и был в плохом состоянии, естественно, мы процедуру не делали категорически. Я таким клиентам говорю, чтобы они сначала ухаживали за волосами, то есть проводили ряд процедур по уходу. То есть маски, холодный ботокс, например, который без термообработки, и только потом уже приходили. То есть у меня такие тоже случаи были. Я отправляла, потом приходили, волос улучшали состояние волос, и все, мы потом делали процедуру, и все, пожалуйста. Так что с радостью жду вас. Пожалуйста, аккуратно. Так, это что касается у нас вот редкий-нередкий. Так, что еще? Какие вопросы есть? Что еще можно вам рассказать? Вот по поводу нашей линейки. Что там особенно в этом составе? Ты говоришь, хороший, да? Да, вот я говорила, то, что они у вас идут. Вот еще состав какой-то у вас был. Он тоже шел с пантенолом, да? Тут я говорю, что он идет без, вот взять, например, не содержит СЛС, СЛС. То есть это парабены, силиконы, которые вот у нас волос закрывают, да? Минеральные масел, минеральных масел, которые, я говорила, с ней все связаны, и красители. То есть он у нас идет питательный. С маслами, масло органа, вот макадамии, миндаль, провитамины В5, экстракты. Вот тут, то есть очень питательный шампунь. Мне вот, например, очень понравился. Я на себе его тоже испробовала. Один раз испробовала, мне понравился. Он мягкий волос становится и очень питательный. То есть увлажняет волос, и потом также волос все такое, чтобы не в растопырку, не становятся такими пушистыми волосами, да? Вот. Также вот есть еще вот такие штучки. Это вот, как мы знаем, вы тоже видели, наверное, комплекс масел. Это как и ампулы такие для волос, да? С ними тоже перебарщивать не нужно, но ими очень полезно пользоваться. Это вот идет она. Также пишут производители, что для питания, для увлажнения, для восстановления волос, да, для роста также пишут. Их, кстати, вот можно втирать в корни, да? То есть не перебарщивать, можно втирать в корни и по длине волос. Масло в корни, да? Что? Масло в корни? Ну, это как ампулы идут такие, ампулы, да, их можно. А такие вот масла, их желательно просто по длине, как мы знаем, да? Они обычно идут против секущихся волос, да, обычные масла. И их вот мы наносим, естественно, на длину, на кончики, да? Ими полезно пользоваться маслами, потому что они также закрывают кутикулу, да? И от воздействия также окружающей среды, да, защищают. Особенно зимой нам это очень важно. Почему? Потому что, ну, знаем, да, морозы, холода, естественно. Они как масочка на какое-то время или прям вот по муглу, на носу пошел или как? Нет, желательно, это, конечно, смывать, да, нанес. Нанес-то какое-то время, потом смыл, да? Да, да, да. Вот тут, да, также написано с маслом поместить. Ну, тут вот рекомендации, как нужно сделать, да, и вот тут рекомендация, например, делать дважды в неделю, например, да. Есть обычные масла, масло, которое вот для кончиков. Желательно с ними не злоупотреблять. Почему? Потому что они также пересушивают волосы, да. Поэтому желательно там нечасто пользоваться, например, разу там три месяца вот такими вот маслами, да, потому что они пересушивают. А вот этот вот, например, рекомендуют применять дважды в неделю в течение месяца, да. То есть, если вы будете и то, и то делать зимой, это особенно очень будет полезно. То есть, очень будет витаминами напитать эти волосы. Вот. Это вот тоже вот эту линейку, про которую я говорила, что вот она идет где-то вот с пантенолом была, с кератином и пантенолом. Вот, кстати, вот очень хорошее с кератином, потому что волосы, я как говорила, что 78% состоит из кератина как раз-таки, да. И вот данный шампунь, он также восполняет вот данные волосы, восполняет витаминами, да. Также идет и бальзам, шампунь, туда же вот ромашка, пантенол и алоэ вера. То есть, очень хороший шампунь, без парабенов, сульфатов, также вот этих всех силиконов, да, которые зачастую есть во многих шампунях. А эти вот, линейка очень хорошая. Их вот можно менять, чтобы не было привыкания? Конечно, конечно, также можно, да-да-да, даже нужно, я говорю, даже нужно, чтобы не было привыкания у волос, и чтобы они потом, вот у нас и привыкание волос, потом проходит вот эти вот первые группы являются, вот это все. Чтобы вот этого не было, рекомендуется именно вот так вот применять шампуни. И вот по цене еще такой вопрос. Многие, как бы, говорят, что вот цена выше, да, чем в магазине, например. Вот ты работаешь с шампунями аналогичными качествами. Сколько вот они стоят вообще, в принципе, вот... Цена и качество? Да, в эти... Кстати, я говорила, что вот цена и качество соответствуют. Почему? Потому что я занимаюсь вот тоже вот нашей линейки, да, фоксовские, там, они идут вот такие же миллилитровые, зачастую профессиональные, они идут 250, вот, то есть такие литровые 500, 200 подночные 250. Если сравнивать 250 миллилитров, то это только шампунь идет 1200 и отдельно базам 1200. То есть 2400 выходит набор. Желательно всегда использовать одной линейки намного, только потому что будет эффективнее, естественно, эффект, да, когда одну линейку используют, бальзам и шампунь, да. А тут идет сколько у вас? Сколько тут? 600, наверное, да? А, 650. И то это? А, как? А, 650 точно. А там идет 1200 рублей один только шампунь, а тут 600. Вот я на себе, говорю, использовала, и очень хороший. Также я говорила, что даже если он для окрашенных волос, его можно, потому что ничего такого нет. Это просто как бы маркетинг, так скажем. Просто он не вымывает, например, если окрашенные волосы. А так они все шампунь есть, шампунь они моют, да. Просто есть, которые сильных, где много силиконов, да, парабенов, за счет чего они сильно пенятся. А в других нормальных составах они не сильно пенятся, наоборот. Но мы же привыкли, чтобы там пена прям была, да. И поэтому такие надо нанести побольше. Он не пенится, нам не не нравится. На самом деле это такой, наоборот, должно быть, наоборот, нормальный шампунь, более такой щадящий, где мягкие павы, вот эти поверхностно активные вещества, в них они, наоборот, не сильно пенятся. Поэтому два раза желательно их наносить и смывать, да. Вот. Так что цена и качество тут соответствуют. Я рекомендую. Я использовала на себе. Ну, мне вот прям очень вот этот спрей понравился. Я его прям хочу. Так что, какие еще вопросы, может, есть? Вот на длинные волосы какие должны быть резинки, заколки? Я слышала, что если сильно тугие резинки использовать, волос тоже нужно использовать. Да, конечно. Это очевидно, да. Потому что желательно вообще не делать. Это как любят многие тугие хвосты, да. Это не нужно делать. Естественно, мы возбудоражим как бы нашу лыковицу, да. И потом волосы, почему у нас голова такая начинает болеть у нас порой, да. Почему? Потому что мы вот такие хвосты тугие делаем и ходим. Так вроде не замечаем, а в конце дня как, да, да. Как думаем, вот, блин. Нет, нельзя. Желательно вообще, если делать хвосты, ну, резинки, если замяненькие, да. И не делать тугие хвосты. Как бы вы этого не хотели. Желательно, лучше тогда крабиком, например, да, грубо говоря, зацепить. Лучше так, чем тугой хвост и ходить с ним. Потому что это все повреждается. Глаза натягиваются. Да, 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 но это же вообще, еще там залачат, там еще что-то, да, сделают. Так, еще какой-то был момент по поводу тоже. Волосы вот тоже, например, если там говорят, седые тоже. Седые волосы, например, выдергивать не нужно все. Почему? Почему? Кто знает? Вот у меня многих тоже, вот раз вот седые, вот и в 20, и в 15 лет, во все, так бы, да, возраста. Почему нельзя выдергивать? Потому что смысла нет, вот, смысла нет. Он вырастет тоже самый седой, потому что там есть цикл, да, роста волос, там 10-20. И все через эти, в течение этих, например, 20 лет будет расти тот же волос, то есть он будет выходить тот же седой. То есть вы выдернули этот седой, да, он на время там, да лучше его закрасьте, дергать лучше не нужно. Кстати, говорю, что даже брови не надо прям дергать, потому что, кстати, ну, это тоже вредно. Да, они потом даже и не растут, брови, поэтому с бровями нужно аккуратнее быть, потому что потом они могут не расти, да. Некоторые даже пересаживают с корней сюда. Но это опять-таки уход совершенно другой, естественно, другой, но уход другой. Поэтому, поэтому, как бы вы не дергали, будет выходить тот же самый волосенок, так скажем, потому что там только он. И будете дергать его, будет тот же самый выходить, 10-20 лет тот же самый. Поэтому не нужно, лучше там закрасьте, например, да, и все. Вот, так же, что еще сказать, там говорят еще некоторые там об лысине, если там еще что-то, что там. Вот, не нужно, просто закрасьте и все, просто закрасьте. То же самое, просто понимаете, что это то же самое выходит, понимаете. Так же говорят, что там вот некоторые, да, спящие луковички там, ну, некоторые вот кто об лысине, да, там страдают, ну, мужчины зачастую, да. Вот они говорят, там вот нет спящие луковички есть. На самом деле, как вот трихологи тоже говорят, спящих луковичек нету. Сколько вам по генетике, как с рождения вам дано, столько у вас и будет волос. Больше вы никак-то там не сделаете, там только на пересадке, не знаю, или еще что-то, да, но больше и не будет. Поэтому там есть какие-то там процедуры там для этого, для роста, еще что-то. Поэтому, в первую очередь, все зависит от питания. Ваши волосы, которые у вас есть, сколько у вас дано луковичек, волос, столько у вас и будет. Какие жидкие, густые, это все генетика, все передается. А вот вопрос, детей год, три года. Вот, кстати, да, вот у меня подруга тоже, вот у нее там сколько, даже не год, там бывает месяц, сколько там, кто-то даже через месяц бывает, месяц года. Ну, почему, конечно, сейчас я объясню, да, вот говорят, ой, я не буду, пусть они растут. Вот почему, это потому, что пушковые волосы, они в любом случае выпадут у детей, почему-то, что пушковые, вот в утробе, да, они же рождаются уже с волосами. Это пушковый волос, он мягкий такой, прямо видно же, он мягенький такой, вообще какой-то такой. Пушок, да, 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 вот, видите, мастер наш, кстати, мастер технолог по депиляции, вот тут, кстати, вот буду выдавать всякие сертификаты разные наши вкусные. И вот она тоже этим разбирается, она это очень хорошо знает, поэтому говорит, это да, так и есть. Это вот пушковые волосы, которые вот у нас образуют, поэтому их нужно побрили, и все. То есть сколько у вас там волос у ребенка будет при генетике, столько опять-таки, говорю, их вырастет, даже лучше. На толщину новых не влияет это. Что? На толщину новых. Они, кстати, они будут, ну, как тверже, наоборот, они будут даже лучше. Они в любом случае выпадут, понимаете, почему они выпадут в любом случае. Поэтому лучше вы сбрите, да, эти волосы, и пусть они растут нормально, ну, как, равномерно, да, чем будут они, то так убыли, то тут, тут растет, тут, тут растет. Поэтому лучше сбрить, да. Также вот, кстати, вот есть, да, не дай бог, конечно, вот эти вот онкологии, да, когда лечением занимаются, им же приходится сбрить, да, все волосы на лосо. И вот девушкам зачастую, да, и получается, волосы, когда сбрили, кстати, после этого волосы совершенно другие растут. То есть, вот сначала у вас там был мягкий, там, тоненький, например, да, жиденький. Что еще раз? У нас во дворе, ну, у девочки была онкология, видно, там ее, значит, сначала сбрили, потому что выпадали. А сейчас она кудрявая. Вот о чем я вам и говорю. Вот если у вас были, вот не дай бог, конечно, да, но вот видите, даже на примере, о чем я вам и говорю, что если вот когда сбрили, вот если онкология, ультрафиолетом использовали, да, волосы побрили, да, перед операцией, потом растут совершенно другие, как будто это не ваши волосы. То есть, совершенно, там, если были прямые, будут кудрявые, да, если были тонкие, жидкие, будут гуще, да, то есть, даже никто не знает, какие они будут. То есть, вот такой факт есть, да, в трихологии это там, так и есть. Что еще? То есть, можно нам наусть? Да, ну да, конечно. Лучше не нужно. И наоборот. Лучше не нужно. Что еще? Какие вопросы? Что-нибудь есть еще у вас? Наверное, все. Все. Самое такое, что вас будоражило, да, в принципе, вроде того. Ну, у меня только один вопрос, ну, как бы, урикмахер говорит, что у меня белее, вот она мне делает мелирование, мне никогда не получается белым, вот, мне всегда желтое, она говорит, что это у тебя такой пигмент носа. Вот, и единственное, что я летом стараю использовать оттеночный шампунь, более такой, там, фиолетовый он такой, и когда высыхает, становится немножко белее, а так желтое. Ну, кстати, это пигментация, да, это еще зависит от того, во-первых, на каких составах работает ваш мастер, какие краски использует, да, потому что разные краски все равно имеют разный эффект. И опять-таки зависит, также вы же, если неоднократно красились, это накопительный, так скажем, эффект. И вот, если, например, зачастую, как говорят, вот придут на процедуру, а ты красилась? Нет, я не красилась, то есть полгода назад красилась, значит, она не красилась, так уже время-то полгода прошло, там, год, она же красилась, а она говорит, что не красилась, да, потом раз, там, эффект другой, и там, особенно к колористу, я не мастер-колорист, но я, как бы, это понимаю тоже, да, и она пришла, говорит, вот, я хочу, вот, там, такой обесцвеченный волос, а, да, ведь она в черный красилась, например, или еще что-то, вот. Вот, и мастер начинает ей делать, и раз делает, понимает, что раз, ага, тут раз вылез, там, пигмент какой-то, да, и у него образовался, там, зеленый цвет, к примеру, вышел, да, при смешивании, еще какое-то, а все почему? Потому что в волосах у нас сохраняются данные пигменты, красящие, возможно, вы красились, вы же не всегда на одной краске красились, да, то есть сейчас вы такую, например, покрасили, завтра такую, да, ну, грубо говоря, да, вот. Вот, и в связи с этим они имеют разное вещество, и также имеют свойство там оставаться в чешуйках, да, вот в этих, они там застряли, остались, как пигмент, да, и вы, например, окрасили, через какое-то время опять красите, и этот пигмент выходит, и соединение, оно всегда разное, да, выходит, и поэтому результат на лицо, так скажем, виден, виден сразу, то есть либо потом смывают смывку, ну, это, конечно, нужны смывки, это очень стресс, как бы, для волос делается, вот, поэтому это вот все зависит от того, на каких составах работать, мастер, и как вы до этого красились, какие, какой цвет, и все это, потому что накапливается, накапливается, вы же не вымываете это шампунем, или обычно не смойте, не вымойте, поэтому все там накапливается, все это вместе, и потом выходит такой результат, то есть опытный колорист, он вам подскажет, спросит у вас, чем вы до этого красились, как вы красились, и опытный колорист выйдет в тот цвет, который вам нужен, Поэтому я советую найти хорошего мастера, колориста, который подберет вам щадящую краску и подберет тот цвет, который вам подойдет, и добьет нужного результата. Тонирование вы делали, нет? Нет. Потому что после тонирования всегда делают тонирование. Да. Выбирают эту желтизну. А шампунь, то, что вы делаете, это уже поддержание вот этого. Да, да, да. Шампунь, чтобы не было. Кстати, да. Если вам просто осветлили осветлителем, девяточкой, шестерочкой, и отпустили, оно все будет желтое. Даже как бы со светлыми волосами желтизна будет. Поэтому попросили, купите там тонировку. Да, да, ну ты вот тонировочный тоже. То есть поменяйте мастер. Я и говорю то же самое, потому что нормальный мастер, он всегда, да, сделает диагностику, всегда верно подберет и спросит сначала, чем вы до этого окрашивали, что вы делали с волосами, чтобы правильно подобрать. Да, вот так меня уже это, и говорит, что уже даже не нужно тебе пытаться. Да нет, нет, приходите, сходите, найдите нового мастера, да. Стонирование начинает тонировку. Конечно, я тоже, кстати, как ты давно делала милирование, и, естественно, это в милировании, потом тонирование. И для этого нужно, кстати, я вот тоже понимаю, что нужно неделя. Вот я сделала милирование, да, это было не очень, я ходила с такими яркими милированными трядками, но зато я щадя, как сидела в волосы, и сделала через неделю, потому что стресс для волос, это, да, через неделю у меня сделали тонирование, то есть просто затонировали, и получается эти милированные прядки, они просто так высвечивались, но было эстетично красиво, потому что не было так вот, они неяркие были. То есть тонирование это как бы тон наносит и выравнивает. За счет этого волос как бы красиво выглядит, да, да, и уходит. Вот, вот. И потом даже шампуни рекомендуют, которые для тонирования, для окрашенных волос, для поддержания цвета. То есть не вымывают, а наоборот с пигментами, с такими же красочными, чтобы поддержать цвет насыщенностью. Поэтому очень важно. Кстати, вот этот спрей, он еще поддерживает цвет. Да-да-да. Для поддержания, тоже для окрашенных волос. Так что в нем все. Так что будет вообще идеально. Все? У вас все вопросы? Все? Рада была? Все большое, Анжелика. Давайте попланируем. Спасибо большое вам. На Новый год небольшой сюрприз. Ой, спасибо. Как приятно. Здорово. Так мило. Очень рада была для вас тут поступать. Леся поздравляет тебя с прохождением моего мастер-класса по диагностике волос. Спасибо. Держи. Спасибо большое, что пришла. Тебе, надеюсь, все понравилось? Да, мне очень понравился мастер-класс. Как итог могу отставить свой отзыв. Я узнала кучу полезной информации. Я узнала, как правильно диагностировать волосы. Приятным удивлением было то, что волосы мои не совсем, так скажем, вернее, мои волосы в хорошем состоянии. Но всегда можно совершенствовать процесс. И благодаря таким специалистам, как Анжелик, мы знаем теперь технологии и методы, а также узнали, как в домашних условиях можно поддерживать красоту сияния ваших волос. Поэтому, Анжелик, благодарю тебя за то, что ты поделилась сегодняшними знаниями. Для нас это было очень бесценно. Спасибо вам большое. Мне очень приятно за такой отзыв замечательный. А также я еще дарю со своими спонсорами подарочки. Обалдеть. Дарю подарочек, скидку от студии Пион. Держи. Супер. Пиону спасибо. Студия Спешл Хайр. Держи. Стрижка, да? Стрижка, окрашивание, с петербочных усос. Студия красоты ЛАС Студио. О, спасибо. Это от меня. Это особенность. И студия депиляции Бруклин. Держи. Спасибо огромное всем спонсорам. сегодняшнего мероприятия.